Это новый Genesis GV60 2023 года. И он очень странный и футуристичный. GV60 это маленький люксовый кроссовер на электротяге. Странно не это, но в нем есть кое-какие очень интересные фишки и особенности, которые отличают его от практически всего остального в продаже. Сегодня я буду обозревать GV60 и покажу вам, что имею в виду. Кстати, теперь страничка русской версии канала Дагдемура появилась и на Одноклассниках. Обязательно расскажите об этом своим мамам и папам. Ссылка есть в описании. Итак, давайте поговорим про GV60. Как я уже говорил, маленький люксовый электрокроссовер с ценой от 60 тысяч долларов. Что значит, соперники включают в себя Volvo XC40 Recharge, Tesla Model Y и Model 3 и, вероятно, люксовая версия Mustang Mach-E или Kia EV6. То есть это настоящая люксовая модель с некоторыми интересными фишками и особенностями. Сегодня я их вам покажу. Сперва проведу для вас подробный обзор с GV60, покажу вам все странности, затем выкачу его на дорогу и буду водить, а потом оценю его по шкале Дага. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности GV60 с одной из наиболее интересных, причудливых и необычных фишек и особенностей, что я видел за долгое время. И вот что это. В своей руке я сейчас держу ключ от GV60, я запираю двери, как видите, они заперты, дверные ручки вровень с кузовом, у меня был ключ, но теперь я от него избавляюсь. Ключа нет, у меня нет ключа и, как следствие, я не могу забраться в запертую машину, само собой. Только вот я могу. Посмотрите сюда, я смотрю на GV60, смотрю в определенное место, касаюсь дверной ручки, давая понять, что я хотел бы сесть внутрь. И вот дверные ручки выскакивают, машина отперта, а я могу забраться внутрь. И только что я открыл эту машину без ключа. Как это возможно? Ну, вот этот небольшой сенсор сбоку, на который я опялился, может распознать ваше лицо. Прежде чем начать съемку, я запрограммировал машину на распознавание моего лица. Таким образом, отпереть машину можно своим лицом, даже если у вас нет ключа. Также с помощью своего лица я могу ее и запереть. Смотрю прямо туда, нажимаю на дверную ручку, чтобы машина поняла, что я хочу ее запереть. И вот двери заперты, а я могу идти по своим делам. Никакого ключа, распознавание лица. И далее мы забираемся внутрь GV60. И мы даже и близко еще не закончили с футуристичными странностями этой машины. Вы, наверное, думаете, ладно, вы можете открыть дверь с помощью своего лица, но забравшись внутрь, вы ничего не сможете сделать. Вам все равно понадобится ключ, но нет. Садитесь внутрь, касайтесь своим пальцем этого небольшого круга на центральной консоли. Машина распознает ваш отпечаток пальца. А затем вы сможете нажать на кнопку запуска, запустить машину и начать движение. Я сейчас все это делаю без ключа. Как видите, успешно завел машину. Она готова к езде. Осталось только переключиться на передачу. И все это благодаря тому, что машина прочитала мой отпечаток пальца. Здесь находится небольшой сканер, в который я запрограммировал свой отпечаток пальца, прежде чем начать съемки. Так что машина будет готова к движению и каждый раз как распознает мой отпечаток. Это довольно крутая задумка. Фанаты Тесла горят с того, что вместо ключа могут использовать свой телефон. И, мол, не нужно с собой носить никаких ключей. Но в этой машине ваше тело есть ключ. Лицо, чтобы забраться, отпечаток пальца, чтобы завестись и поехали. Довольно крутой футуристичный нюанс. И эта машина доверху набита крутыми футуристичными нюансами. Вот еще один. Селектор передач. Посмотрите на центральную консоль R&D. И вот эта сфера чуть ниже. Что же тут именно происходит? Ну, если завести эту машину, то сфера перевернется и превратится в селектор передач. И эту новую деталь можно поворачивать, переключаясь на R&D. Паркинг. Это небольшая кнопка посередине. Если выключить машину, то сфера вернется на свое место. Таким образом, перед вами вновь эта сфера. То есть, пока машина выключена, ваш селектор передачи – это сфера. А в нормальный селектор она превращается только когда машина включена и готова к движению. И помимо этого, тут есть еще много чего. Взгляните на руль. Там есть кнопка подписанная «Буст». Это GV60 в версии Performance. Спортивная версия в ней 429 лошадиных сил – это много. Но если нажать на «Буст», то станет еще больше. Нажмите «Лошадиные силы» и моментально дойдут до 483. То есть, эта кнопка буквально добавит вам 55 лошадиных сил, но только на 10 секунд. Например, вы выезжаете на шоссе и пошли на быстрый обгон, нажмите «Буст» и на несколько секунд мощность увеличится. Очень круто. И когда эта машина в режиме «Буст», она может разогнаться до 100 за 3,4 секунды. Что практически на территории суперкаров вы получите почти 500 лошадиных сил. По крайней мере, на короткий период, пока жмете на «Буст». Довольно круто. Но в любом случае, как я сказал, это модель GV60 Performance. И прежде чем мы продолжим с фишками и особенностями этой машины, давайте начнем с обзоров в целом. Это модель Performance. Топовая в линейке стоит где-то от 70 тысяч долларов с мощностью 429 или 483 по нажатию на кнопку «Буст». Базовая модель на данный момент называется GV50 Advanced. Цена стартует в районе 60 тысяч, в ней 314 лошадиных сил и обе эти версии по стандарту на полном приводе. Стоит отметить, что по-настоящему базовая модель уже на подходе. Это комплектация ниже модели Advanced. В ней будет задний привод и где-то 225 лошадиных сил, и очевидно, она будет дешевле. Но пока что доступны только Advanced и Performance. Вот это. Также стоит отметить, что GV60 основан на Hyundai Ioniq 5. Это новый электрокроссовер. И Kia EV6. Еще один новый электрокроссовер. Это как бы люксовая версия тех моделей. Это люксовая марка Genesis, салон тут приятнее. И некоторые фишки, которых нет в тех машинах. Распознавание лица, отпечатка пальца и дополнительная мощность. В тех моделях нет много чего есть в GV60 Performance, в том числе и его ускорение. Также стоит отметить дальность хода GV60. В версии Advanced около 4-2 километров пробега. Либо, если подняться до модели Performance, то он будет в районе 378. Оба варианта приемлемо хороши, но особенно впечатляет время зарядки. По словам Genesis, вы можете зарядиться с 10 до 80% всего за 18 минут. Если найдете правильную зарядку, совсем малость медленнее, чем просто залить бензина. Это круто. Также стоит отметить, что изначальные первые поставки GV60 будут только в 4 штатах. В Калифорнии парить штатов в области Нью-Йорка, прежде чем он станет доступен во всей стране. Я думаю, что дело в ограниченных поставках. По мнению Genesis, в этих местах у них будут лучшие продажи. Но, поскольку я рассказал все основное, давайте вернемся к интересным фишкам и особенностям этой машины. Начнем с ключа. Вот это он. Выглядит очень странно. Такая белая пухлая штука. Немного напоминает мне тренировочный NFL-стадион. Такой пухлый светильник. Именно так этот ключ и выглядит. Для этого автомобиля очень странный дизайн. И это не последняя странность этого салона. Центральная консоль смотрится как вроде бы обычная центральная консоль, но под ней находится отверстие. Прямо по центру и сплошное. Очевидно, там можно что-то хранить, но там ничего нет, как практически в каждой другой машине. Только сплошное отверстие. И, к слову, о необычном хранении в этом салоне. Как насчет бардачка, который на самом деле является выдвижным подносом. Вот я его выдвинул. И это не то, чтобы маленький отсек, но вы можете выдвинуть его, что-то в него положить, а потом задвинуть назад в торпедо. Довольно странно устроено. И, к слову, о странных штуках этого салона. Светоотражающая отделка. Выглядит, будто светится. Но нет, это светоотражающий материал, который использован на дверной панели. И еще немного на сидениях. Если посмотреть на них под правильным углом, то вы увидите эту необычную светоотражающую отделку. Такого я раньше точно не видел. И, к слову, о дверной панели. Еще одна интересная здесь вещь. Регулятор боковых зеркал с водительской стороны выглядит прямо будто бы джойстик от игровой консоли. Беретесь рукой за ручку и можете начать настройку зеркал своим большим пальцем, будто играть в одну из самых скучных видеоигр в мире. Именно так он и выглядит. Довольно необычно. С пассажирской стороны в этом же месте находится динамик. К счастью, там такой регулятор не нужен, но симметрия в этом салоне присутствует. Далее другая довольно причудливая вещь в салоне. Голос. Сейчас вместо анонимных звоночков с предупреждениями обычно вы будете слышать голос, который сообщит вам, что что-то пошло не так. Например, вот вы выбираетесь из машины, останавливаетесь, выключаете ее, оставляете открытым окно, тогда явится голос. Так послушайте же его. Но в любом случае, что до технологических интересных фишек здесь, одна из них называется Smart Pasture Care. В нее можно войти через мультимедийную систему, и вот как она работает. Вводите размеры своего тела, высоту, вес и прочее, и тогда машина порекомендует вам идеальную для вас посадку, согласно данным, которые вы ввели. Это безумие. Не обязательно самому искать удобную для вас посадку. Машина сделает это за вас, как только узнает параметры вашего тела. Довольно безумно. И далее еще одна крутая фишка в системе мультимедийного экрана. Называется 3D Setup. Частенько, если вам надо сменить какие-то настройки машины, вы лазите по меню, не уверены, что где находится. Это утомительно, но 3D Setup демонстрирует непосредственно изображение машины. И тогда вы можете нажать на то ее место, которое вам необходимо настроить. Нажмите и сможете делать настройки. Довольно крутой способ сменять настройки, в отличие от варианта с брождением по меню, которые могут оказаться слишком утомительными. Но в любом случае, в тему к этому экрану давайте обсудим его еще одну секундочку. В нем есть как плюсы, так и минусы. Большой плюс в том, что он чрезвычайно отзывчивый. Можете его касаться, смахивать, двигать. Все как в смартфоне. Все просто и легко делается. Очень отзывчив на ваши касания, и это очень хорошо. Также в нем есть превосходная система камер, например, внешняя камера, с которой можно посмотреть на машину со стороны, будто вокруг нее летает дрон. Крутой нюанс. Приятно такое наблюдать в такой не суперлюксовой машине. С учетом сказанного, вот недостаток мультимедийной системы. Единственный недостаток, что я вижу, отсутствие настоящего домашнего экрана. Это ваш домашний экран, и он не особо подробный, или, честно говоря, информативный. В нем не так уж и много информации, что является не такой уж и хорошей ситуацией. Хотелось бы, чтобы там было три раздела, как в большинстве машин, с наиболее важной и необходимой вам информацией. Но здесь такой художественный и эзотерический экран. Не особо практичный или отличный. Но далее давайте перейдем к другому экрану этого салона. Им будет тот, что находится под центральным экраном, где находится экран климат-контроля. И хоть про такие экраны ведется много споров, этот чрезвычайно прост в использовании. Опять-таки, очень отзывчивый, очень интуитивный. Устроен ровно так, как вы и ожидаете. Никаких особенных недостатков. Просто настолько же, как и любая другая система климат-контроля. Просто теперь она на экране с высоким разрешением. И само собой, в этом салоне есть еще один экран. Тот, что находится прямо позади рулевого колеса. Это экран приборной панели. И у меня о нем смешанное мнение. Он относительно настраиваемый, относительно прошлых моделей Hyundai и Kia. На их экранах не так много информации. А вот на этом все стало немного лучше. Вы даже, наконец-то, можете посмотреть, что за музыка сейчас играет или радиостанция. В прошлых моделях и Hyundai, и Kia такого не было. Я всегда на это жаловался. Таким образом, это преимущество. Но все же, эта система не особо настраиваема. Очень жалко, поскольку это цветной экран, а сделать с ним особо ничего нельзя. По сути, все остальное на экране изменить нельзя. Тут нет полноценной карты или ночного видения, либо еще чего-то, что могло бы показаться крутым. Для экрана он, на удивление, статичен. Стоит отметить, что на этом экране можно настроить информационную панель вот этим небольшим тачпадом на руле. Можно смахнуть влево, вправо, вверх, вниз. Так управляется этот дисплей. И у руля есть и кое-какие другие функции. Я уже показывал вам кнопку Boost, она крутая. Ну а также с помощью руля вы можете управлять системой помощи водителю, в которой есть кое-какие крутые преимущества. Она отлично работает на шоссе. Может за вас рулить, ускоряться и тормозить. В целом, руль можно почти не трогать. Машина все будет делать за вас. Хотя, вот два недостатка. Один, руль чувствителен касанием. Нет нужды его крутить, чтобы машина поняла, что вы на месте. Можете просто коснуться его рукой. Но, как я заметил, коснуться надо довольно сильно. Нельзя просто коснуться руля. Нужно как бы сильно его обхватить, и это довольно раздражает. Также стоит отметить, что эта система не будет за вас перестраиваться. В некоторых машинах при включении поворотника они сменят полосу, но не эта машина. Она просто продолжит движение в той же полосе, в которой вы находитесь. Это нормально, но все больше машин такое предлагают. Но, в любом случае, далее мы собираемся на задний ряд GV60. И, должен сказать, здесь полно места. Может, оно так и не смотрится, поскольку мои колени упираются в переднее сидение. Голова довольно близко к потолку, но этот автомобиль маленький, 4500 миллиметров в длину, значительно короче Хонды CR-V. Но в той машине я упирался коленями в переднее сидение. Там было меньше места, при том, эта машина меньше. Но пространство в ней больше. Так что, для такого типа автомобиля, здесь, в самом деле, дофига места. И я впечатлен местом в салоне. И сделать им это удалось благодаря тому, что спереди нет двигателя, поэтому они смогли увеличить расстояние между колесами и сделать приоритетно пассажирский отсек. Именно это они сделали, в самом деле, удивительной компоновкой размер салона. С кучей места внутри. Но! Также на заднем ряду есть и кое-какие интересные фишки, стоящие упоминания. Начнем с дверной панели, где у вас будет подстаканник. Это довольно необычно. Обычно держатели для стаканов находятся сзади, на центральной консоли. Но не забывайте, что она полая. Это сплошной тоннель. Там просто нет места, куда можно было бы разместить держатель, поэтому он и находится на двери. И это довольно круто. Также тут есть встроенные шторки. Довольно круто. Они не автоматические, но вы можете потянуть за эту вкладку, установить на месте, и теперь задние пассажиры укрыты от солнца. Также сзади есть подогрев задних сидений. Приятный люксовый штрих не так необычно, но стоит это отметить. Разъемы USB-C. Они находятся вот здесь, то есть тут можно заряжать девайсы. И, к слову, о зарядке девайсов. Если посмотреть на нижнюю часть передних сидений с задней стороны, то вы обнаружите, что здесь находится еще и домашняя розетка. Так что, если вы желаете подключить сюда, например, ноутбук, то на заднем ряду своего GV60 вы можете это сделать. И в ту же тему, одна довольно необычная штука сзади. Задние пассажиры могут регулировать позицию сидения переднего пассажира. Вот эти переключатели на переднем сидении сбоку отвечают за его настройку. Можно опустить спинку, сдвинуть вперед и все сидение, если вдруг заднему пассажиру понадобится больше места. Эта штука чаще встречается в автомобилях для езды с шофером, в Rolls-Royce, Bentley, хороших Mercedes. Довольно необычно наблюдать такое в нормальном кроссовере, где с шофером кто-либо ездить будет не так часто. Вместо этого тут будут раздражающие вас дети, которые будут баловаться с этими сидениями. Но в GV60 есть такая функция на случай, если вы решите ездить на нем с шофером. Но в любом случае, к слову, про заднюю часть GV60. Давайте заглянем в багажное пространство. И как видите, тут все не так уж и хорошо. На полу достаточно места, но крыша сзади настолько скошена, что это вроде как крадет много багажного пространства. Если вам придется положить туда что-то покрупнее, вряд ли вы будете так часто это делать. Но если вдруг решите, то почувствуете, что вы облажались. С учетом сказанного, небольшой приятный момент, дополнительное место в полу. Поднимаете его за вот эту ручку, и там вы обнаружите дополнительное место под полом. Либо же пол можно вообще полностью снять. Так вы получите чуть больше места для вашего барахла, что немного решит проблему со скошенной крышей. И, к слову, про пол багажника. Еще один крутой фокус. Сбоку есть небольшая дверца, и багажник можно открыть только в этой области, что даст вам доступ к одному из отсеков под полом. Преимущество тут в том, что если у вас какие-то предметы покрупнее, занимающие большую часть багажного пространства, и вам не охота их вынимать, чтобы попасть под пол, сбоку есть вот эта дверца, и это крутая идея. Я такого не видел ни в одной другой машине. Ладно, парочка других штук, стоящих упоминаний здесь. 12-ти вольтовая розетка, куда можно что-то подключить. К сожалению, не домашняя. Люблю, когда в багажнике есть такие, но это тоже неплохой вариант. Еще один недостаток сзади. Задние сидения не опускаются из багажника. В нем нет кнопки, чтобы опустить его автоматически, и даже нет никакой ручки для этого. Жаль, но придется подойти к самим сидениям, потянуть за ручку и сложить их. Не лучший вариант, а особенно за эти деньги. Обычно ожидается, что у вас будет возможность сделать это из багажника, но мы можем закончить разговор про внутреннюю часть задней части этой машины и начать разговор про внешнюю. Она необычна. У GV60 определенно необычная форма, особенно сзади. Очень характерная каплевидная форма. Отличается от IONIQ 5 и EV6. Никогда так и не подумаешь, что эти машины между собой связаны. Если только вы этого не знаете, у GV60 определенно интересный и привлекающий взгляды вид. Со в целом необычным дизайном. И также в этой машине есть кое-какие необычные детали дизайна, как, например, отделка по сторонам, которая создает такой небольшой зигзаг сзади этой машины. Не то, чего вы обычно ожидаете, но что есть, то есть. Также сзади есть вот этот спойлер, который вроде как делит на две части заднее стекло. Изнутри машины вы будете смотреть через этот спойлер. Окно есть как ниже, так и выше него. Определенно странная деталь, которая не так часто встречается. Но еще более странно тот факт, что третий стоп-сигнал на заднем спойлере растянулся поперек всего задка машины. Нажав на тормоз, вы увидите здоровенный, длинный третий стоп-сигнал, линия, идущая вдоль всего задка. И это довольно необычный нюанс. Но в любом случае, далее мы переходим к переднему багажнику. В этой машине он есть, двигателя в ней нет, поэтому в нем есть немного дополнительного места для хранения. И для его открытия надо потянуть за рычаг в водительском ножном колодце, прямо как при открытии капота в большинстве обычных автомобилей. Но сделав это, вы сможете его открыть, и далее вы обнаружите еще одну деталь, которую также можно открыть. Пластиковая панель, открываете, и вот он, ваш передний багажник. Стоит отметить, что этот багажник маленький, не особо большой, недостаточно крупный для чего-то, кроме бумаг, или, может, очень маленькой сумки. Но это, вроде как, как бы логично. Все чаще я общаюсь с автопроизводителями про передние багажники, и они говорят, что исследования рынка говорят о том, что большая часть людей ими не пользуются. Поэтому, если снимать обзор на электричку без переднего багажника, все скажут, это нелепо и ужасно, очень непрактично. Но на самом деле, большинство людей ими не пользуются. Багажника сзади всем более чем достаточно. Здесь есть чуток дополнительного места, и уверен, что для большинства случаев это в самый раз. Другая интересная штука спереди, это ситуация с фарами. Если посмотреть на машины с выключенными фарами, то, по сути, вы увидите там 5 квадратов в каждой из сборок фар. Тут по 2 сборки с каждой из сторон, так что всего 10 квадратов. По 5 в каждой из фар. Это довольно необычное, а еще необычнее все становится, если эти фары включить. 4 квадрата загорятся, те, что с внутренней стороны, 2 сверху и 2 снизу, это ваши фары. Включите поворотники, загорятся другие 3 квадрата, как сверху, так и снизу. То есть 6 квадратов в 2 сборках. Это поворотники, а другие 4 фары. Когда все это работает, смотрится очень необычно. Определенно характерный момент для этой машины. Таковы фары GV60. И далее еще одна интересная фишка, связанная с зарядкой GV60. Это лючок зарядки. Чтобы его открыть, коснитесь, и он откроется. Сюда можно подключить зарядку, все довольно просто. Но! Есть тут одна интересная фишка. Ко всем моделям GV60 прилагается вот эта сумочка на молнии. Вот она, открываете ее, а там вот эта необычная штука. Что с ней делать? Ее можно вставить в порт зарядки, затем открыть эту штуку с другой стороны, и там находится домашняя розетка. То есть у вас будет возможность использовать свой GV60, чтобы заряжать разного рода девайсы, если вы находитесь где-то, где нет ни одной розетки. Либо вы можете использовать его, как я, подключить к нему удлинитель, и заряжать несколько приборов одновременно. Но в любом случае, довольно крутая идея, заряжать всякое своей машиной, а не только свою машину. Итак, это были фишки и особенности нового Genesis GV60 2023 года. Теперь пришло время выкатить его на дорогу, и выяснить, как он едет. Ладно, введу новые GV60. Во-первых, мне очень понравилась Kia EV60, и Hyundai Ioniq 5, на которых эта машина основана. Я думаю, что они отличные, но в этой все определенно получше. Но скажу, что все получше не настолько, насколько я ожидал. Так что Genesis 70 – это их другой маленький кроссовер на бензиновые тяги. И эта машина фантастическая. Совершенно прекрасно. Качество, как Porsche и Mercedes – один из лучших интерьеров, лучших компактных люксовых кроссоверов, в которых я бывал точка. Эта машина не такая. Тут такое чудное настроение в салоне, но нет ультралюксового настроения. Так что GV70, GV80 как бы культивируют эту репутацию. Безумное качество салона. А в этой машине этого особо нет. Здесь очень хорошо, все отлично выглядит, но она не настолько люксовая, как некоторые другие модели Genesis, более тяжелые по весу. Но это более важно. Давайте про буст. О нет, господи! Уху-ху-ху-ху! Эта машина быстрая. Если нажать на буст, то прям необычно быстрая. И я говорил, что до сотни она разгонится за 3,4. Это не так безумно для электромобилей, хоть это и звучит безумно, но многие из электромобилей разгоняются до сотни быстрее трех секунд. За две с половиной, даже обычные семейные машины. Тут круто, что это вроде как компактный кроссовер, это не дорогущая модель X-Plat. Это относительно нормальная машина, которую вы будете замечать на улицах во многих районах, и до сотни она разгонится за 3,4. Буст включен, и вот я еду. Они говорят, что делать это можно ограниченное время, типа только на обгон, но я что-то не заметил такого. Но даже без буста он быстрый. В этой машине 420 лошадиных сил, она очень быстрая, с бустом и без. Эта тачка просто тащит. Ладно, я упомянул, что салон тут не такой хороший, как в некоторых других моделях Genesis, высококлассных люксовых автомобилей. Это скорее прикольная электричка, чем высококачественные. И ощущения от вождения, я должен сказать, очень люксовые. Тут очень тихо, комфортно, учитывая, что салон не так сильно выделяется. Это немного сбивает с толку. Салон как бы нормальный, странный, крутой, как в электромобиле. Но едет очень хорошо, очень комфортная, тихая езда. Снаружи не так много чего слышно. Это хорошо. Своего рода признак люксового электромобиля. Они в любом случае очень тихие, и эта машина определенно так ощущается. Что до руления и управляемости, при всем этом я могу взять эту машину на извилистые дороги. В этом он не так хорош. Я бы не назвал его люксовым, спортивным, заряженным кроссовером. Он ощущается таким по прямой, и в поворотах он кажется вполне увлекательным. Шустро рулятся, как и многие другие электромобили. Я хотел отметить, что управляемость не такая хорошая, и тут все именно так. Снизу машина очень тяжелая, как и многие другие электрички, и по этой причине в поворотах они ощущаются довольно медленно. И особенно это так, учитывая размер. Не такой большой автомобиль, но в поворотах ощущается крупнее, чем он есть. Немного медленнее, немного труднее заходит в повороты. В нем нет настоящих спортивных ощущений. Определенное ускорение намного спортивнее, чем управляемость, что, честно говоря, относится ко многим электромобилям. В целом, думаю, что в GV60 может понравиться многое. Взял бы я его вместо EV6 или Ioniq 5, учитывая, что у них одна и та же основа, я отвечу «да». Но только модель Performance, базовый GV60, с теми же силовыми установками, что и в Ioniq 5 и EV6. Не думаю, что вы получите многое в плане салона, комфорта и роскоши, но взяв модель Performance, такая мощность недоступна в Ioniq 5 и EV6. Пока что, я так понимаю, такие тоже могут появиться, но пока что здесь это эксклюзив. И это делает его вполне привлекательным автомобилем. Можно выжать газ и получить отличные характеристики, как и другие преимущества, вроде распознавания лица, отпечатка пальца. Это вроде как глупо, но при том еще и полезно. Вам больше не нужно носить с собой ключ. Я думаю, что обе эти штуки срабатывают в 100% случаев. Никаких глюков я не заметил. Впечатляюще. В целом скажу, что это отличная машина, не такая люксовая, как я ожидал от Genesis, но характеристики превосходны, технологии хорошие. Это крутая новая электричка, а люди ищут крутые новые электрички, и они будут заинтересованы в этой. Итак, это новый Genesis GV60 2023 года. Это довольно интересный и необычный, и очень причудливый автомобиль. И определенно было круто заценить его и посмотреть на все его странности. В нем определенно есть фишки, но думаю, что он будет привлекателен для покупателей электромобилей, которым нужно что-то другое, с новыми крутыми технологиями, которых нет у соперников. В любом случае, теперь пришло время оценить GV60 по шкале DAG. И вот шкала DAG. 67 и 100, что размещает GV60 довольно высоко среди списка электромобилей, что я обозревал. И по хорошей причине. Ускорение впечатляет, технологии превосходны, и отличная практичность, помимо других преимуществ. При всем этом, все же думаю, что Mustang Mach-E и модель Y Performance это лучшие среди вариантов. Более всесторонние автомобили и с лучшим стайлингом. Но GV60 с ними соревнуется, в нем есть крутые фокусы, каких вы не встретите в других машинах.